Внимание, друзья! Перед вами фрагмент фильма, снятого мной где-то позавчера, а может вчера. Называется «Гость из будущего». Это особый человек. Я совершенно поднимаю новую тему, но начинаю вот с этого фрагмента, из нескольких минут. Это очень важно, потому что «Гостей из будущего» я знаю только пока двоих. Его, с его неудачным опытом, и с «Кугарем» Антониной Ивановной, которая подвижница, первая и единственная в России настоящая. Настоящий человек, настоящий садовод, человек с большой буквы. И то, что она сейчас делает, имеет важнее все, что делали школы до сих пор. Программа учебная по биологии в школах, во всех классах, дебильна. Дети ничего не понимают из этой программы, учатся терпеть, притворяться и ненавидеть эту же самую школьную биологию. Новые рельсы, первая ласточка, боюсь, будет последняя. Итак, смотрите, о чем пойдет речь. Внимание, начиная с того, второй ласточки, которая оказалась неудачной. Удачная. У меня еще прямо больная тема такая. Я увидел ваш ролик с женщиной. Она где-то в Хемерской области решила в школе сад посадить. А Антонина Ивановна? Я пошел в школу, спросил у директора школы, говорит, давайте я вам сад сделаю абрикосовый. Она на стуле чуть не подпрыгнула от радости. От радости? Да, я говорю, все. Короче, это было дело мясное. Я напрививал ей, ну, где-то, наверное, больше полста этих. Я с этим не занимаюсь, потому что я попробовал. Никто не берет саженцы, и приходится их просто... Кому раздаю, кому просто выкапываю. Нераскрученный питомник. Ну, и тут она у меня, как... Ой, да это же хорошо, это же прекрасно. Ну, еще я напрививал. Там столько абрикосов всяких разных сортов ей. Осенью пошел ночью. Я говорю, ну, что, надо там ребятишек привезите земельки, чтобы эти, надо насыпать... Пхомбары. ...ганчики там все, ага. Не будем заниматься, садитесь. Вот, вы понимаете, я поехал посоветоваться в район, мне запретили. Я говорю, как запретили. Вот, не дай бог, ребятишки поймают палочку или еще что-то найдется. И, бро, по чужим народам лазят, не боятся поймать. Ну, вы поняли, друзья, да? Вот, что такое учитель, который ведет занятия, которая... Это трагедия. Вот, я показывал в нескольких фильмах программу эту дебильнейшую, да? На одной странице около сотни непереводимых, неизвестных детям терминов. Причем их не это, не расшифровываются, получается чистой воды дебилизм. И так на сотня страниц. Вот, а выходят дети со школы, ни одного дерева не посадили, садить не умеют. Вот, а дети, скажем, годом все из-за этих самых интернета, все становится слабее, слабее. Все спортивные площадки городские пустуют, это я говорю, значит, ледовые площадки пустуют. Вот, мальчиков не вырабатываются, мужские эти, не развиваются, это, извините, мое слабое место про это говорить, не развиваются половые органы. У них в крови очень мало мужских гормонов, а это сказывается на интеллекте. Вот, это сказывается, а уже когда станут мужчинами, это сказывается на... Это трагедия женщин, это слабые мужчины, это слабое потомство. Вот, а самое главное, я всегда вставляю эту фразу, это дети поколения памперсников. Вот, памперсников, вот, а это страшная вещь в этот момент, половые органы не развиваются в памперсах, потом в тесных трусах, плавках, как бы они красовались в плавках, вот, до совершеннолетия. Вот, яички прижаты, то, чего не должно быть от природы, прижаты к это самое, к животу, к низу живота. И, внимание, деградация идёт, начиная с детства. И в результате страшная вещь происходит. В стране нет мужчин, за женщин заступиться некого. Когда бьют женщину, подонки, ногами пинают в этот момент, десятки мужчин, отвернувшись, проходят мимо. А если бы учили бы садовозу, уже даже это хоть чуть-чуть бы исправило. Вот, теперь смотрите, эта вторая ласточка, она не удалась, вы поняли. Учителя занимаются тупой работой, долбят детей, запоминайте, запоминайте, то, чего смысл теряется даже самого учительства. А директор, и это их равно становятся чиновники, которым нахрен ничего не надо. Вот, поэтому мы сейчас с вами попадаем в особый мир. И так, ласточка за номером раз. Вот это номер два не пошло. Ну что, где наша скугаева? Так. Вот она. Вот это самый главный, не весь, а самый главный материал. И так, учимся сами, вместе с детьми, взрослые. Вот, а это настоящие уроки, это настоящая жизнь. Понимаете, настоящая жизнь. Это единственные дети, 10-20, которые вырастут в сады. Внимание. Так, помогай применять песочек. Помогай. 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 Вместе разваливайся, все, 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 все. А теперь прокладывай, все. Запомнили, прокладывай. Снимайте, снимайте, ребята, снимайте, мои родители показывают. Это в ютубе выкладываются ваши съемки. В газетах уже на следующую неделю будет написано. Это все. Всем интересно, что вы делаете. Вот он, настоящий урок по биологии. Снимайте. Эй, министры. Вы уже сами делаете. Я просто... Так, посмотрели. Внимание. Очень взойдет. А теперь, пожалуйста, досыпаем песочек. Мы, на этом, мы снижаем песочек. Да, поэтому мы сохраняем расстояние. Чуть-чуть сверху присыпал, чтобы была-то добавилась. Лишнего нельзя, оно не сгибло. Но надо быть очень аккуратным. Так. Как вы считаете, почему косточки не должны касаться друг друга? А ты мешаешь. Ребята, как проверить доставку воды? Я по обратному порядку. Сейчас идет подготовка песка. Ну, интересно же, дети, а? Это не дебильный урок. Теперь он сжимает комок. И подними руку. Вот разжимаем. Вот и сили. Держится комок. Да, может, это плава тоже не в этом. Он что-то начался. Не рассыпается? Ну, не в один. Так, научились готовить песок. А это моя посылка. Считаем. Два. Три. Это учеба, ребята. Четыре. Я не слышу. Пять. Еще. Шесть. Сколько частей надо? Шесть. Так. А сколько воды? Одна чать. Значит, половину наливаем. Уже по половинам, да? Так, все помнят, да? Назимаем. Назимаем. Три половины. Стоп. Все, хорошо. Чтобы надеться. А теперь смотрите, что он делает. Мы не будем продолжать. Сейчас попросили. Мы сегодня закладываем сад. Растем с Кузбасса. Мне была мечта, чтобы у меня был сад изобрекосов. Мы сейчас будем в песок увлажнять. Шесть частей песка, одну часть воды. Перемешиваешь хорошо это песок. Держи, держи. Держи картина. Прикрывай ладошку. Держи стыковок. Значит, достаточно. А теперь берешь косточки и раскладываешь. Прокладываешь вот так вот ровненько косточки. Примей его. Раскладывай и примей. Два. Сделано. Попробовали сами себе. Растем вместе с Кузбассом. Ура! У меня, дорогие друзья, слезы на глазах стоят. Господи, боже мой. Какая дебильная школа и какой она должна быть. Посмотрите на этих детей. Посмотрите. Посмотрите на эту женщину. Одна на всю Россию. Чуть не сказал на всю планету. Слезы, слезы, слезы. Мне трудно говорить. Вы знаете, директор школы Скугарева. Ее отстраняли, когда уже были саженцы посажены. Вот тогда ее и отстранили. И сказали дальше мы сами спасибо. Потом телевидение. А кто такая Скугарева, никто не знает. Это подвижническая работа. И никто ничего не знает. Вот. И пришлось ей обида лютая идти к этому, к мэру города, чтобы ее вернули в школу. Потому что уже все сделано, все посажено. Зачем мы нам нужны? Вот. А я знаю, что без нее там ничего не вырастет. Загубят. Вот. А сад-то высажен. Сад-то уже осенью был. Поэтому мне по пояс. О, боже. В какой стране мы живем. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот это вот то, что вы видели. Это называется статификация. Вот. У нас, знаете, как принято. Я сегодня же снимал фильм про нашего суперспециалиста российского уровня, Сергея Николая Георгиевича. Вот. Сколько регалий у него. Вот. Кугарева. Какую огромную работу проделал. Вот. А у нас в стране. Вот. А вот это вот. Я, извините, разговаривался. Вот это мой друг. Он сейчас уже в Эдеме, в райском саду. Вот он. У него рук нет по плечи. И этот человек 20 соток обрабатывал сам. Начиная от картошки и кончая роскошными абрикосами. Это сейчас не его тема. Я хочу сказать, что он был последним, кто за садоводство. Он один из основателей сайногорского феномена. Когда сайногорцы в дачных садах имели абрикосов больше, чем вся страна остальная, включая научные учреждения. И ему дали орден. По-моему, дружба народов. Понимаете? Вот. А после него, это последняя ласточка, это еще советская власть была. А после него все деградировало полностью. Когда-то надо было взять и добавить 11 класс. И в этот 11 класс сделали программу. Передрали, не изменив ни одной запятой, университетский курс, который абсолютно незнакомо ни одно слово. Ой! Я про это рассказывал, еще буду рассказывать. Я вот хочу сказать, значит, Сергеев с Урала, вот этот человек, вот, это люди. И вот так же и с Когарем Антонино Ивановым. И в стране еще таких людей много, лучше бы больше, но им не дают простора. Вот, видели сейчас человека, который в школу превосаженцы, ему сказали, не надо. Представляете? Не надо, дети палочкой какой-то заразятся. Просто связываться неохота. Не хватило директору с мозгов, вот этот директор, вот этот, сообразил. Несколько каналов телевидения, статьи в газетах, телеканал мира из Москвы. Все это было, это преподнесено, как, как называется, как мероприятие для, как дар для всей страны. Вот эти люди, Антонина Ивановна не простой человек, она один из ветеранов, организаций ветеранов, Кемерово, ветеранов, вот. Такие люди, вот я уже это, и даже ласточка номер два, вот страшно, что не получилось, страшно. Вот, сейчас я нажму еще раз, покажу вам этого человека. Вот, эти люди должны, это соль страны, понимаете? Соль страны, а что получилось? Вот, ордена дают только по разнарядке, и только когда человеку все достижение, что он дожил до 50 или до 70 лет. Вот все, что он достиг, и каждому юбилею, а вот таким людям не достается ничего. Вот. Горькая, правда, а я хотел на оптимистической ноге. Но, еще хочу сказать следующее. Сейчас поймете, с чему я говорю. Сейчас поймете, сейчас поймете. Дело в том, что ей предстоит теперь, Антония Ивановна, все, лет 5-6, пока не вырастут, не окрепнуты абрикосы, ухаживать их, даже чуть ли не охранять их, чтобы эта идея не была заморожена. Но, если бы даже поднялось бы в России вот такое движение, типа, ура, так же, как когда-то была эта самая Ангелина Трактористская, когда был этот самый Мичурин там впереди всех, или вот, допустим, этот самый Стаханович с его этими 20-ю нормами выработки. Вот сделали бы с Кугорева такого же идола, да, и приказ был бы во все школы, во все школы завести уроки специальные, именно настоящие уже поворачивающие сальвенцы, вот типа вот этого, типа того, что вы сейчас видите, да, вот. Вот такие уроки, так. Мы сегодня закладываем сад. Вот, видите, если бы это даже было, вот, во все школы, загубили бы идею 100%. На школьных уроках учились бы по министерской программе убивать деревья. Я уже, это столько их, да, я уже на них так ополчился, я приводил сотни примеров. Нельзя так выращивать, нельзя, это верная смерть. Сейчас только звонил человек из Подмосковья, вот, он хотел, у меня персики, он говорит, ну, Леонид Константинович, я от вас узнал, вот, женщина растит ваши персики, дала ваш телефон, вот. Я ему говорю, ну, хорошо, у Сергея Железова черенки персиков, ой, саженцы сына, он питомника, вот, саженцы персика кончились. У меня косточки персика кончились, вот, буквально на днях прекратил рассылать. Остаются черенки, и то там по одному-два рассылаю. И вот, я говорю, умеете поливать, есть на что поливать. А у нас все деревья болеют манилиозом. И вот тут я ему начинаю по телефону читать лекцию. Ёлки-моталки, а еще упомянул комедию течения как болезнь. Ёлки-моталки, манилиоз это не болезнь, это грибы, которые поселяются на мертвой ткани, на мертвой ткани листьев и мертвой ткани коры скелета. Вот, на мертвой, уже мертвой, и едят в свою долю. Это их право, это их обязанность, обязанность. А вместо этого берем, берем, начинаем все драть, драть, драть. Ужас, что творится. И вот я к чему это говорю, к тому, что в школе, если бы ввели уроки, то программу бы им составили те же дебилы, я не оговариваюсь. Если бы видели, вы забыли, друзья, вы взрослые, что в школе преподают. Это тихий ужас. Сотни тысяч непереводимых терминов, бессмысленных для детей. Абсолютно. Вот. И здесь бы сделали то же самое, если бы даже уроки назывались посадка и выращивание саженцев, им было бы приказано глубоко закопать эти же семена, вот эти вот, что дети сейчас, глубоко. И у них снили бы основание штамба, тысячу раз это проходило, и заставляли бы всю оставшую жизнь перекапывать почву под деревьями. Еще одна дикая глупость. Глупая дикость и дикая глупость. Вот. Делать им искусственные штамбы, которые деревья не имеют в природе, а здесь их заставили бы делать. Вот. Искалечили бы деревья, приезжать, приезжать, приезжать. Сейчас, это, телевизорская академия учит схема 9 видов веток, которые не нужны дереву. А дереву нужно все, проходить даже так. Каждая веточка, каждая листья, каждая почка дереву нужны, необходимы. Это единое целое. Это что вас отрезать уши, нос, эти самые руки, отпилить ноги. То же самое, понимаете? И поэтому вся эта идея была бы опорочена и загублена. Вот. Когда дерево начинает плакать, стекает смола, закрывая раны. Естественные раны и раны искусственные. После секатора, которые с дуру понаделали. Караул. Назвать болезнью, комедии, течения. И ни один из тысяч учителей, включая университетские, чинцентрские, академические, понятия не имеет, что это лечение. У нее природное название, у комедии. Живица, живица, жизнь. Вот. А я вынужден каждый раз уже вот так вот чуть ли не глотку рвать. Хватит вам уже. И вот вы придете в школу, я и думаю, вот она пока первая ласточка, и, наверное, последняя. Пока наши люди не придут. Минсельхоз, Минпросвет, там этот самый, науки и высшего образования. Вот только новые программы составят. И вот только после этого, тогда можно прийти в школу, вот. И тогда можно начать эту бесконечную, бесконечную работу, потому что еще надо преодолеть эту косность невероятнейшую. Как это у дерева не должно быть штамба? И давай отрезать ветки, эти же специалисты, выпускники, эти же академии, отрезать нижние ветки толщиной в руку, за подлицо со штамбом. И площадь этих четырех отрезанных веток, это реальный факт. Раза в четыре, в пять площадь отрезанных. Больше, чем есть, взять сечение этого оставшейся вертикальной последней несчастной ветки перед смертью. Вот то, что мы имеем в виду. Страна не готова. А я говорю, Антонина, вот, вы заслужили свой орден. Вот. Сергеев заслужил свой орден. Я сегодня снимал с ним фильм, я говорю, Николай Георгиевич, тебя страна наградила? Он говорит, так же, как тебя. Я говорю, как? Да как, у меня же орден, как металлургу, орден трудовой славы. У него орден за то, что он работал в космической отрасли. Я говорю, как садовода, тебя наградили? Когда ненавидели самого Мичурина. Такие же костные эти самые. Профессора, когда он ходил по инстанциям, никому не нужный учитель, часовых дел, мастер, еще путевой обходчик, железнодорожник. Вот. И у него такие планы, а ему никто не копейки. Пошел он туда. Но его заметило государство. Вот. Даже царское государство хотя бы заметило и дало орден, это самое, Мичурину, садоводу-любителю. Он так и остался садоводным-любителем. Он не стал профессионалом. Ему академика дали не за диссертацию, вот, толстую-толстую, а за работу дали. Вот в чем дело. Вот так вот. Все у нас через ад. Ну что, друзья, надо заканчивать эту грустную тему. Начал я с грустного. Директор испугался рано, отказался садить деревья. Директор, вот этот директор, ему нужна была. Он сделает, не просто так, он сделает карьеру. Понимаете? Первый, единственный. Он все-таки это. Да, хотели отнять у Скугарева право называться первооткрывателем этого движения. Вот. Но кончилось вот этим вот. Вот этим вот сертификатом. Вот. И когда-то, я надеюсь, их будет сотни, тысячи. Если школ в стране сто тысяч, значит должно быть сто тысяч таких сертификатов. И везде должен найти такой человек, который возьмет, научит детей. Вот так, друзья. Страшная картина творится в нашей стране. Годы идут, детей, кроме отвращения. Что в литературе с его этим самым классиками. Что в биологии. Везде все одно и то же. Вот. Школьные программы дебильные. Все, друзья, я на этом заканчиваю. Жаль, что начал с плохого. Потом хорошего. Вот оно, хорошее, видите. Вот. От школы номер 70 Кемерово. А первая и последняя ласточка. Тот, кто посмотрел мои передачи про Скугареву, вот этот, я его назвал, гостец будущего. Специально назвал. Он попробовал. И ни черта у него нет. Великальная саженца. А ведь это не просто саженца. Это прививки мои. Я имею ввиду подвои. Мои железово. Внимание. Привои. Который раз показываю. Вот. Я всегда говорю. Если заходите на сайт. Открывайте фотогалерею. Не забудьте валидол под язык. Вот это дети могли вырастить своими руками. Именно даже это Скугарева от начала пошла. От косточки. А он готовые привитые саженцы привез. И то уже не надо. Да я бы этого директора, я не знаю. Я специально не стал спрашивать. Ни номер школы. Я не стал спрашивать. Это Усим-Баканский район. Я не стал спрашивать фамилию его. Вот. Он не директор. Он чиновник. Был бы он директором, он бы поступил так же, как Скугарева. Вот это все могло расти. В данном случае он абрикосы привез. Абрикосы. А сам в этом фильме рассказывает, что я попробовал вашу Фаину. Представляете? Привил. И уже поздно. А Мороза? А минус 46. Это значит вся страна в нашем распоряжении. Друзья, друзья. Уже 72-й год. Уже отчаяние подступает к сердцу. Но когда же наши придут? Наши, я имею ввиду, паперсиков сейчас трудно наших найти. У них понижено это. Все понижено. Энергии не хватает. Силы воли не хватает. У людей в выросших памперсах. Интеллекта не хватает. Очень важно, что силы воли нет. Они не способны противостоять невзгодам. Начальству. Не способны отстаять свою точку зрения. Вот пошел в рано. Сказали, не положено. Все. Вот они, памперсники. Когда яички прижаты к телу ребенка, это начинается с памперсов, продолжается всегда. Потому что это во время сна спят почему-то, где родители не знают, не понимают, в трусах. Нельзя этого делать. Когда опять перегрев яичек. Вы же знаете, когда яички не выходят из тела у новорожденных, они на всю жизнь становятся бездетными, неполноценными. Сейчас, секунду. Юра, фильм заканчиваю. Съемку. Это мой двоюродный брат Юрий, который и монтирует эти фильмы. Вот так, друзья. Я хочу сказать, что самая трагедия, когда мальчик, мальчик аички не выходит. Но ему современная хирургия делает операцию. Он вырастает полноценным мужчиной. А или тут же операцию сделали, яички освободились, они должны болтаться, они должны проветриваться. Температура должна быть на 2-3 градуса ниже температуры тела. Это и есть то самое взросление и возмужание и созревание мужского семени. А что на самом деле происходит? Подростки в узких плавках в школах сидят, сидят на уроках, все зажато опять между ног, яички. Вот. Школа заканчивается за компьютер, за этот самый ноутбук, за телефон. И опять яички зажаты. Никто не двигается. Сколько подряд дней, этих самых месяцев, годов я прихожу с детьми. И никого больше. А там тренажеры пустуют. Годами уже пустуют. В субботу, в воскресенье, прекрасные солнечные дни, зимой и летом, всегда чаще прекрасно. Ничего не происходит. Нету детей, нету. Пару стариков с лыжными палками бегают, ходят. Все. Вот. Больше мужчин мы не растим. Вот такие дела, друзья. Приехали. Я специально это говорю, потому что школа потеряла все ориентиры, все направления. Вот эти учителя, памперсники, и министр образования, памперсник наверняка, если это мужчина, и министр науки высшего образования, это... Ой, что там говорить? Что они об этом знают? Ничего. Вот о чем я говорил, о плавках, о памперсах, о яичках, они не знают. А те, кто должны им рассказать, ученые, рассказать, как устроено человеческое тело, физиология, молчат. А может, уже и они не знают. До свидания, друзья. Продолжение следует...